всем привет на связи федор васильев мы продолжаем с вами изучать кмс wordpress урок номер 19 мы продолжаем с вами изучать плагин и осел плагин для удобной seo оптимизации то есть плагин будет вам подсказывать как что настроить особенно это будет хорошо для новичков первый урок так было знакомительный давайте рассмотрим глобально общие настройки данного плагина находясь в админке мы с вами переходим вот здесь у нас и осел появилась вкладочка кликаем сюда переходим пока уведомление с вами не смотрим переходим с вами на вкладку общие на этой вкладке по большому счету нет ничего интересного кроме вкладки мастер настроек который мы в принципе с вами уже проходили в прошлом уроке поэтому эту вкладку также пропускаем переходим на вкладку возможности и здесь мы с вами читаем что здесь мы можем включить отключить анализ удобочитаемости я вам на примере одной вкладке покажу чтобы вы понимали где это отключается то есть это просто отключение всевозможных вкладок удаляет вкладку читаемость то есть мы пока с этим еще не знакомы что за читаемость мы это обязательно рассмотрим в следующих уроках из мета бокса и отключает все связанные с ней предложение смотрите я перейду сейчас в записи открою в новой вкладке зайду в какой-нибудь запись то есть эта тема будет следующих уроков как только мы с вами установили ее сел у нас появились вот здесь вот дополнительные элементы которые мы обязательно с вами рассмотрим то есть дополнительные элементы от и вас сел и самый важный у вас появляется вот такая вот здесь вкладочка от его SEO она будет отображаться под каждой вашей записью под каждой рубрикой под каждой страницей также в деталях мы это все рассмотрим это очень полезная вещь вкладка читабельность вот видите это вкладочка здесь отображается Вот она. То есть, например, если мы ее хотим отключить, нажимаем вот здесь на кнопку «Отключено» и в самом низу нажимаем «Сохранить изменения». Идем сюда и обновляем страницу, и видим, что вкладка «Читабельность» у нас исчезает. То есть здесь просто отключение не нужно вкладок. Но вообще эти вкладки, они здесь все нужны, поэтому мы эту вкладку «Читабельность» обязательно оставляем включенной. Ниже, вот здесь вот нам тоже представлено «Отключить полезную вкладку», мы также ее не трогаем. Здесь, на этой странице, мы лишь включим, вот здесь вот смотрите, дополнительные настройки. То есть по умолчанию эта вкладка отключена. Что она дает? Обратите внимание, вот в эту часть, в плагин «You have SEO» у нас здесь нет больше ничего. Как только мы ее здесь включаем и нажимаем «Сохранить изменения», у нас вот здесь появляются самые важные настройки данного плагина, которые мы обязательно рассмотрим в следующих уроках. Единственное, чтобы я здесь отключил, например, вот как только плагин мы установили, в верхний сайтбар у нас выводится сам «You have SEO» с уведомлениями и другими параметрами. Если вам не нравится, что он здесь выводится, потому что мы в любом момент сможем попасть в наш плагин и посмотреть все уведомления, настройки и так далее. В общем, если он вам здесь не нужен, то вот здесь вот меню панели администратора мы отключаем, сохраняем и вот здесь вот в сайтбаре это у нас убирается. То есть это очень удобно. Также, если мы перейдем на фронтальную часть сайта, здесь она также отображается для нас, для администраторов. Если здесь обновим, здесь тоже она исчезает. Далее мы переходим на следующую вкладку «Информация о вас». Мы с вами уже проходили, вы видите, здесь заполнено, это быстрый мастер настроек. Все это, все это, это базовая микроразметка, которая очень важна для Google. Поэтому вы видите, что у меня здесь все заполнено. Частное лицо, Федор, то есть мы с вами это уже затрагивали. Единственное, здесь альтернативное название, нужно латинице прописать в ваше название. У меня будет это вот такого плана. Сохранить изменения. То есть обязательно, обязательно мы здесь все заполняем. То есть я уже в прошлом уроке рассказывал, что здесь выбрать нужно, в зависимости от того, кем вы являетесь. Переходим с вами на следующую вкладку «Инструменты вебмастера». Вообще эту вкладку мы с вами пропускаем. Здесь можете, конечно, почитать, ознакомиться. Вот эти действия мы с вами произведем, когда перенесем наш сайт на реальный хостинг. И после мы будем добавлять наш сайт в поисковые системы Яндекс и Гугл через файл, который будет размещаться в корневом каталоге нашего сайта. Это будет более безопасно и правильно. То есть это идет как бы аналог замены данного действия. Вот именно здесь в UAS SEO. Но мы это делать не будем. Сделаем это потом. Дальше мы переходим на вкладку с вами «Безопасность». Здесь также все описано. Расширенная часть блока UAS SEO. И вот здесь вот описание. Расширенная часть блока UAS SEO позволяет указывать атрибуты «Noindex» для записей и изменять канонические адреса. Если вы не доверяете своим авторам, ну и так далее, тут прочитайте. Я вам от себя скажу, если у вас на сайте несколько авторов, которые публикуют записи на вашем движке WordPress, то вы решаете. Если вы не доверяете авторам, они могут либо случайно в записи «Noindex» поставить. «Noindex» — это значит попросить поисковую машину не индексировать данную запись. Вот вам надо, чтобы с этими параметрами люди были аккуратны. Соответственно, тут уже вы сами смотрите, отключить для других авторов ваших на вашем сайте данную опцию или нет. То есть вот это вот атрибут «Noindex». То есть по умолчанию отключено. Если включить, то у пользователя вашей должна появиться расширенная часть блока UAS SEO. Если мы с вами перейдем в запись, добавить новую, то под записью, если мы кликнем вот на эту шестереночку, здесь как раз-таки есть мета robots follow. То есть по умолчанию стоит follow, значит следовать по ссылке, то есть переходить, индексировать. «Nofollow» только в том случае ставится, если нам действительно нужно данную статью, чтобы не индексировали, не видели. Соответственно, в выдачу эта запись не попадет, никто ее не увидит именно с поисковой системы. На самом блоке сайте WordPress данная запись будет выводиться, но индексироваться она не будет, если выбрать «Nofollow». Также канонические адреса для вас, наверное, это еще не знакомо, позже рассмотрим. Вот здесь написано, вот этот канонический URL-адрес, также показывает ли вашим писателям на вашем блоге. Итак, общие настройки мы с вами просмотрели, но это только малая часть плагина UAS SEO. В следующих уроках продолжим изучать плагин UAS SEO. Тут достаточно много интересного и полезного. Я бы даже сказал, самое важное и полезное еще впереди. Надеюсь, для вас был урок интересен и полезен. На этом здесь все, и я вас жду в следующем видео. Пока-пока. Итак, как получить премиум-тему для WordPress. Премиум-темы могут получить только активные подписчики моего сайта. Это бесплатно. И это займет всего несколько минут. Для того, чтобы получить премиум-тему, вам необходимо пройти на мой сайт fedorovasilev.ru, адрес, который вы сможете найти в описании под этим видео. Если вы не зарегистрированы на сайт, вы проходите в меню «Вход регистрация» вот здесь. Если вы не зарегистрированы, то вот здесь вот ниже есть такая ссылочка «Еще нет учетной записи. Вопрос». Кликаем по ней. Вам нужно пройти несложную регистрацию. Давайте запишем имя. Пишите, пожалуйста, реальные данные. Я записал имя и логин. Пишем пароль. Подтвердить пароль. Далее. Необходимо выбрать вот здесь ваши интересы. Ну, если вам интересен только WordPress и вы хотите получить премиум-тему прямо сейчас, тогда вы ставите напротив слова «Вордпресс» галочку. Обратите внимание, что по умолчанию галочка также стоит на Adobe Muse. Если вам эта тема не интересна, галочку снимаем. Ниже нам остается лишь прописать свой рабочий email. Убедитесь в том, что у вас есть доступ к вашей почте, чтобы вы смогли получить подарок, так как подарок придет автоматически к вам на электронный ящик. Я прописываю почту. Подтвердите почту. Прописывайте то же самое. И поставьте вот здесь вот птичку. Капча. Защитный код. Нужно дождаться вот такой вот галочки. Дальше мы нажимаем «Регистрация». Почти все готово. После обновления страницы практически сразу вы увидите вот такое сообщение. Учетная запись для вас была создана на указанный при регистрации адрес электронной почты. Была отправлена ссылка для ее активации. То есть сначала нам нужно подтвердить, что мы реальный человек и подтвердить адрес электронной почты. Проходим на почту. Моментально приходит письмо с ссылкой для активации вашей учетной записи. Заходим в письмо. Видим вот такое вот приветственное письмо. Здесь также указан ваш логин и пароль. Ниже вы сможете также ознакомиться с другими моими обучающими материалами. Но сначала вам необходимо кликнуть вот на эту ссылку. Кликаем на нее один раз. Вас перебрасывают на мою страницу fedorvasilev.ru уже вот с таким сообщением. Сообщение. «Премиум тема. ВП. Значит, WordPress в подарок успешно отправлено по адресу». То есть на тот же электронный ящик отправлено еще одно письмо уже с вашим подарком. Проходим обратно в электронную почту. Заходим во входящие и видим вот такое вот письмо. Внимание! Если это письмо не пришло сразу, подождите 10 минут. Если письма не придет, проверьте папку «Спам». Если и там его не будет, только тогда напишите мне на почту. Почта также указана под каждым роликом моим в YouTube. Или почта указана на сайте на моем fedorvasilev.ru. Пишите мне на почту и я в ручном режиме отправлю вам письмо. Кликаем по письму «Премиум тема. ВП. В подарок». И вуаля! Вот ссылка на закачку темы. Кликайте на нее и скачивайте тему себе. Я вас поздравляю! Теперь информация для тех, кто уже был ранее зарегистрирован у меня на сайте и хочет также подписаться на рассылку в WordPress и получить премиум тему «Что делать вам?». Вы также на моем сайте нажимаете «Вход и регистрация». Если вы уже зарегистрированы, вводите свой логин и пароль, нажимаете «Войти». Прокручивайте страницу в самый низ. Здесь внизу находите ссылку «Управление подписками». Кликайте по ней. Прокрутим чуть ниже. Здесь мы также можем подписаться на любую рассылку, которая нас интересует. В данном случае это WordPress. Вы просто ставите вот здесь вот «Да» и нажимаете ниже кнопку «Сохранить изменения». С этих пор вы будете получать информацию дополнительную, возможно, о выходе каких-то видеокурсах на тему именно WordPress по данной рассылке. И также вам должно прийти в автоматическом режиме, после нажатия на кнопку «Сохранить изменения» письмо с данной темой. Опять же, подождите 10 минут. Если письмо не пришло, проверьте папку «Спам». Если там нет, тогда пишем на мою почту. Почта также указана вот здесь в подвале. Я в ручном режиме отправлю вам письмо. На этом обучение закончено. До новых встреч, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием «Хостик». Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС. Три года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Субтитры создавал DimaTorzok